Доброе утро, уважаемые коллеги! Молниеносное течение по типу гемобластоза, опухоль высокой скоростью метатической активности – это всегда объемная центральная опухоль и ранее гематогенное метастазирование. Зачастую мы видим на момент верификации процесс метастатического поражения головного мозга и печени. То есть это как раз те ситуации, когда всегда требуют незамедлительного вмешательства. Рак легкого отличается, кстати, высокой чувствительностью к системной лекарственной терапии, но, к сожалению, заболевание практически всегда рецидивирует, приводя к летальному исходу в течение первых двух лет, что и определяет неблагоприятный прогноз данного заболевания. Что мы имеем? Была проведена достаточно большая работа на протяжении последних 50 лет для улучшения результатов лекарственной терапии. И первые испытания, клинические исследования препаратов начались более 50 лет назад. Но только в середине 80-х годов, когда в нашем арсенале появились препараты платины, это цисплатин, карбоплатин, нам удалось увеличить медиану общей выживаемости пациентов до 9,5 месяцев. И на протяжении практически 35 лет платиновый дуплет комбинации одного из препаратов платины и этапазида является стандартом лекарственной терапии. При этом не имеет существенного значения, какой препарат платины мы выберем. С точки зрения частоты объективного ответа, что карбоплатин, что цисплатин в сочетании с этапазидом 66-67% частота объективного ответа. Абсолютно идентичные фактически показатели без рецидивной и общей выживаемости. Но карбоплатин превосходит цисплатин с точки зрения безопасности. Он не обладает почной токсичностью, не обладает токсичностью в отношении нервной системы, значительно меньшее осложнение со стороны желудочно-кишечного тракта, нет ототоксичности, но этот препарат обладает достаточно высокой гематологической токсичностью. Почему замедлился процесс и почему нет за 35 лет ничего нового? Ну, на самом деле, все очень просто. Мелкоклеточный рак легкого характеризуется достаточно большой мутационной нагрузкой. Это обусловлено, конечно же, теми канцерогенами, которые содержат в себе табак. И поэтому большое количество мутаций определяет отсутствие той самой одной единственной драйверной мутации, которая может быть таргетируема. Поэтому таргетная терапия при мелкоклеточном раке легкого отсутствует. Действительно, мелкоклеточный рак легкого характеризуется высокой мутационной нагрузкой. 7,4 мутации на мегабазу, уступая лишь меланомии, мелкоклеточному раку легкого, при которых с успехом используется иммунотерапия. И поэтому за последние несколько лет проведены достаточно крупные, серьезные, фундаментальные клинические исследования по оценке эффективности иммунотерапии и при мелкоклеточном раке легкого. Конечно, когда мы планируем анти-ПДЛ-1 терапию, нам нужно знать, как часто встречается мишень. Ведь мы планируем использовать анти-ПДЛ-1 тела. И проведена достаточно большая работа, многофакторный анализ по оценке различных факторов, влияющих на выживаемость. И среди общего состояния, стадии, локальной, распространенной, уровня НСЕ и ЛДГ, был оценен и уровень ПДЛ. И посмотрите внимательно, что было показано. Было показано, что высокий уровень ПДЛ ассоциируется с локальной стадией и является фактором благоприятного прогноза. Пациенты, имеющие ПДЛ-позитивный статус премиалкоклеточного раке легкого, живут достоверно дольше, чем ПДЛ-негативные пациенты. И, конечно же, все фармакологические компании, которые занимаются изучением эффективности иммуноонкологических препаратов, были нацелены на определение эффективности этих препаратов при данной нозологии. И вот наш любимый пембролизумап, исследование КИНОТ 0158, оценка эффективности проводилась в рамках клинического исследования второй фазы, это были уже предлеченные больные, оценивалась эффективность препаратов стандартной дозировки, и главной целью была частота объективного ответа. И посмотрите, в общей когорте частота ответа составила 18,7%. А если сравнить зависимость эффективности в зависимости от ПДЛ-статуса, разница колоссальная. ПДЛ-позитивные пациенты демонстрируют эффективность 35,7% против 6% у ПДЛ-негативных. Кроме того, ПДЛ-позитивные больные жили достоверно дольше, медиана выживаемости у них составила 15 месяцев, против ПДЛ-негативных, всего лишь 6 месяцев. 12-месячная выживаемость в этой группе составила 53% против 30%. На сегодняшний день пембролизумаб одобрен для монотерапии пациентов с местно распространенным или метастатическим мелкоклеточным раком лёгкого, которые уже получили как минимум 2 линии терапии. Другой препарат – это неволумаб, это тоже антипедиадин препарат. Его эффективность была также оценена у пациентов с рефракторным мелкоклеточным раком лёгкого. Достаточно большая когорта больных, почти 600 больных, были рандомизированы на 2 группы. Одна группа получала неволумаб, а вторая – в качестве терапии, это стандартный режим химиотерапии, топотекан, либо для японской когорты был амбруцин. Оценка общей выживаемости была главной целью данного исследования. Но, к сожалению, это исследование оказалось негативным. Неволумаб не оказал своего достоверного влияния на показатели выживаемости. И мы видим, что безрецидивная выживаемость в группе больных, которые получали стандартную химиотерапию, она почти в 2 раза выше, нежели на неволумабе. Аналогичные данные получены в отношении общей выживаемости. Но обратите внимание, в этом исследовании очень интересна подгруппа в зависимости от эффективности неволумаба, в зависимости от чувствительности к препаратам платины. Те пациенты, которые отвечали на платиновые дуплеты, у которых эффективность была достаточно высокая, и длительность эффекта сохранялась долго, они не ответили на терапию неволумабом. А те пациенты, которые были резистентны к химиотерапии, у которых развилась рефракторность либо резистентность в кратчайшие сроки, либо на фоне лечения, либо сразу после завершения, они ответили на неволумаб. То есть это говорит о том, что те больные, которые отвечают на химиотерапию, они должны продолжать химиотерапию в качестве последующей линии. Те больные, которые не ответили на платиновый дуплет, это вот как раз та когорта пациентов, которые выиграют от назначения неволумаба. На сегодняшний день неволумаб одобрен для третьей линии терапии мелкоклеточного рака лёгкого у больных с признаками прогрессирования заболевания после платиновых дуплетов и как минимум еще одной линии терапии. Но Сергей Владимирович уже говорил сегодня о том, что, конечно, большой акцент делается на комбинацию химиотерапии и иммунотерапии. И те тенденции, которые существуют при немелкоклеточном раке лёгкого, они, конечно же, реализуются и при мелкоклеточном раке лёгкого. Научное обоснование здесь очень простое. Дело в том, что химиотерапия выступает в качестве иммуномодулятора. Она выступает как антиген, презентирующий компонент, вызывая гибель опухолевых клеток и высвобождение опухолевых антигенов. А чекпоинт ингибитора в этой ситуации, блокируя либо рецептор программируемой смерти клетки, PD-1, либо его легант, они вызывают восстановление специфического Т-клеточного противоопухолевого иммунитета. И вот совместное применение химиотерапии и иммунотерапии приводит к реализации более длительного и более стойкого иммунитета. Вот в 2018 году нам стало доступным впервые результаты исследований Эмпоир-133. Это международное рандомизированное исследование третьей фазы по оценке эффективности стандартного платиного дуплета карбоплатин и этапозит в сочетании с атазолизумабом, либо плацебо. Рандомизация пациентов была один к одному. В исследовании включались пациенты и с поражением головного мозга. Четыре цикла индукционной химиотерапии, а далее поддерживающие режим либо атазолизумабом, либо плацебо. Лечение проводилось до прогрессирования или потери клинического преимущества. Главной целью этого исследования была оценка общей и безрецидивной выживаемости. Если мы посмотрим на пациентов, это 403 пациента, они были очень хорошо сбалансированы по основным факторам прогноза. И что мы получили в итоге этого исследования? Посмотрите, колоссальные результаты. Добавление атазолизумаба увеличивает медиану без общей выживаемости больных с 12-3, 10-3 в группе только химиотерапии. Это в общих цифрах. 12-месячная одногодичная общая выживаемость составила 52 против 39%. 18-месячная выживаемость в группе больных, которые получали атазолизумаб, она была в полтора раза выше. То есть фактически это первое клиническое исследование третьей фазы по изучению эффективности в качестве первой линии терапии у больных мелкоклеточным раком лёгкого, в котором удалось превысить одногодичную медиану выживаемости. Однологичные данные были получены и в отношении безрецидивной выживаемости. 12-месячная безрецидивная выживаемость более чем в два раза выше в группе больных, которые получали атазолизумаб. 12,6 против 5,4%. Добавление атазолизумаба почти на 30% снижало риск прогрессирования заболевания. Если мы посмотрим на частоту объективных ответов, она примерно идентичная. 60% в группе атазолизумаба и 64% в группе химиотерапии. Но если посмотреть на количество процентов с продолжающимся эффектом, при медианинаблюдении 22 месяца, количество этих пациентов в группе атазолизумаба почти в 4 раза выше по сравнению с больными, которые получали только химиотерапию. Конечно, нам всегда хочется, чтобы у нас был какой-то биомаркер, который мы определили и решили, этот больной выиграет атазолизумаба, а этот не выиграет. Но, к сожалению, таких маркеров у нас нет, но у нас есть подгрупповой анализ. Если мы на него внимательно посмотрим, то обратите внимание, абсолютно все пациенты, независимо от пола, возраста, экога, наличие или отсутствие поражения печени, мутационной нагрузки, все пациенты выиграли от добавления атазолизумаба к стандартному режиму химиотерапии. Единственная когорта здесь – это больные с поражением головного мозга, у которых не было преимущества в добавлении атазолизумаба, но, может быть, из-за того, что это очень малочисленная группа, потому что всего 35 пациентов были включены, а без поражения головного мозга их было в 10 раз больше. Поэтому я думаю, что это требует дальнейшего исследования и наблюдения в клинической практике. Вторая группа пациентов, которые тоже с точки зрения клинициста считаются крайне неблагоприятны, это больные с поражением печени. Обратите внимание, независимо от того, были или не было поражения печени, все больные выигрывают от назначения атазолизумаба. То, что касается нежелательных явлений, связанных с лечением, они примерно были одинаковы в обеих лечебных группах, 95% в группе с атазолизумабом и 92% в группе плацебо. Серьезные нежелательные явления также примерно одинаковая частота 39-35%, а вот иммуноопосредованное осложнение они, конечно, чаще встречались примерно в полтора раза в группе больных, получавших атазолизумаб. 41,5% против 24,5%. Летальные исходы, связанные с терапией, были абсолютно идентичны по 1,5% в каждой лечебной группе. Но если мы говорим об иммуноопосредованных осложнений, то это преимущественно были осложнения первой и второй степени, которые клинически незначимы, осложнения пятой степени не было зарегистрировано, но и доминировало, как всегда, это кожная сыпь, это гепатиты и аутоиммунный тиреидит с развитием гипотиреоза. В 2019 году на одну ступеньку с атазолизумабом встал дурволумаб по результатам исследования Каспиан. Но это исследование пока у нас в России не зарегистрировано, но если посмотреть на результаты этого исследования, они примерно идентичны исследованию Эмпойр-133. Добавление дурволумаба к платиновому дуплету, одногодичная общая выживаемость 53 против 39%. И если мы суммируем данные исследования Эмпойр-133 и Каспиан, то примерно одинаково. Медиана общей выживаемости больных она преодолела рубеж 12 месяцев, 12,9 и 12,3 в группе атазолизумаба, и медиана общей выживаемости без рецидивной выживаемости абсолютно идентична. И на сегодняшний день мы можем с гордостью сказать, что у нас появился новый стандарт первой линии лекарственной терапии мелкоклеточного рака легкого. Это комбинация платинового дуплета карбоплотина топозит с добавлением атазолизумаба. Четыре цикла индукционной терапии и в дальнейшем поддерживающая терапия атазолизумабом до прогрессирования заболевания, либо до потери клинического преимущества. В середине апреля 2019 года данный режим зарегистрирован как стандартный режим первой линии терапии у нас на территории Российской Федерации. И если говорить о том, имеет ли место иммунотерапия на сегодняшний день при раке легкого, то однозначно да. Это сегодняшний день, и сегодня мы можем с гордостью об этом говорить. И в заключение мне бы хотелось сказать о том, что, конечно, ранее существовавшие стандарты лекарственной терапии мелкоклеточного рака легкого, они стали меняться. Иммунотерапия демонстрирует колоссальную эффективность при мелкоклеточном раке легкого. Достоверная эффективность атазолизумаба в комбинации с химиотерапией в качестве первой линии лекарственного лечения является уникальным достижением в улучшении результатов лекарственной терапии больных мелкоклеточным раком легкого, снижая риск смерти на 26% и увеличивая медиану общей выживаемости в полтора раза. Неволумаб и пембролизумаб демонстрируют преимущество надстандартной химиотерапией в качестве третьей линии лечения при рефракторном либо резистентном мелкоклеточном раке легкого. Спасибо за внимание.